Украина пережила две революции за 9 лет. После Евромайдана в Киев пригласили еврореформаторов. Многие из них вошли в правительство, но сегодня ни одного иностранца среди обладателей министерских портфелей нет. Польский экономист Лешик Бальцирович – один из тех немногих приглашенных специалистов, кто остается в Киеве на должности советника президента и представителя Петра Порошенко в правительстве. Бальцирович – организатор и идейный вдохновитель польской шоковой терапии, ускоренного перехода страны от государственной экономики к рыночному хозяйству. Что он предлагает Украине? Интервью с Лешиком Бальцировичем записал наш киевский корреспондент Арсен Цымбалюк. В одном из своих недавних интервью вы сказали, что на проведение жизненно необходимых реформ в Украине остались считанные недели. Каковы шансы на то, что это будет сделано в ближайшие недели? Я, прежде всего, выясню. Я имею в виду то, что через два года с половиной есть выборы. Как демократии. Чем ближе выборы, тем труднее с реформами. И потому этот год, остальные месяцы, это самый хороший год для реформ. И я знаю на основе и Польши, и других стран, что лучше делать реформы в пакете и быстро, чем медленно. Мы подготовили, как группа советников, документы, я его покажу. И там есть, там есть конкретные предложения по всем важным областям. И теперь это ответственность президента, лидеров коалиции, председателя парламента, чтобы, если они согласны, а мне кажется, они согласны, чтобы они это внедрали в жизнь. Это в интересе Украины. Советники работают для властей. Я это делаю, потому что я знаю, что это очень важно. Но ответственность за внедрение. Это попадает на политических лидеров страны. Сейчас на слуху у всех повышение тарифов за коммунальные услуги. Скажите, может ли это повышение спровоцировать социальную напряженность, и в том числе привести к массовым акциям протеста? Знаете, то, что вы говорите, это было сделано в Польше 20 и 25 назад, было сделано в Чехии, было сделано во всех других странах. И когда я это делал, тогда были такие люди, которые говорят, не надо, не надо. Не, не, я не говорю не надо, я спрашиваю. Я не говорю, что вы говорите, я говорю только о других людей. Это говорят кто? Такие, которые популисты, которые пользуются страхом, и если у них победа, тогда поражение общества, потому что это обозначало бы возврат к тому, что было на Украине, что были бы большие субсидии и большая коррупция. Потому что один из самых главных источников коррупции в Украине было то, что, я теперь говорю по газу, что были низкие цены для газа для людей и высокие для промышленности, и, конечно, появились ловкие люди, и олигархи, которые пользовались этим. Это важный шаг, чтобы уздоровить экономику и сокращать коррупцию. И очень важно, чтобы популисты не были влиятельными. Триумф популизма, это, как я сказал, это очень плохо для общества. Так, Леонид Иванович, давайте представим, что начинаются акции протеста. Как быть в этой ситуации правительству? Как не удариться в популизм из другой страны? Почему вы страшите людей? Я не понимаю, почему вы страшите людей. Надо страшить людей популистными, говорить, что они делают. Они страшили людей демонстрациями. Один из аргументов власти, когда ее обвиняют в медлительности, это то, что в стране идет война. Как вы считаете, если бы не было войны, если бы не было конфликта на Донбассе, если бы не было аннексии Крыма, например, насколько быстрее двигались бы реформы? Я не слышал таких аргументов от президента или премьер-министра и других лидеров, что из-за войны невозможно делать реформы. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что агрессия России, это, конечно, очень плохое событие, но это доволочный аргумент, чтобы Украина была экономически крепче благодаря реформам, потому что, во-первых, стандарт жизни повысится, а во-вторых, будет больше денег для армии. Украинский экспорт в Россию упал с более чем 50% до менее чем 20% за последние 2,5 года. Как Вы считаете, логично ли, правильное ли такое резкое сокращение экспорта? Спрашивайте Путина, потому что не меня, только Путина спрашивайте. Это сокращение экспорта, это было вызвано в 100% блокировкой украинского экспорта в Россию. И Вы от этого пострадали. Это уже произошло. Это одна из самых главных причин падения экономики. Но можно сказать, что пошла диверсификация на Запад, в Китай, в другие страны. И уже Украина так не пострадала, не страдает так, потому что диверсификация пошла. У Вас тоже намного сократилась зависимость от импорта газа от России. Это один из самых очень важных положительных шагов. Но не надо обвинять властей за падение экспорта в Украине, надо обвинять Путина.